Ты делаешь ганнибала, Лёв? Я даже не знаю. Я даже не знаю, что это такое. Ну, это как планш, только проще. Попробуй, это несложно. Относительно очень. Ну, типа, упираешься руками в столбики, напрягаешь лицо и, типа... Короче, ребят, объясняй ситуацию. Сегодня должно было быть видео по горизонтальному упору на брусьях, на турнифе, неважно. Вот то, что называется, планш ганнибала. И всё начиналось хорошо. Я пришёл на площадку, тут Лёха был. Я ему говорю, Лёх, сделай, сделай это упражнение, пожалуйста. Я не умею. Он такой, да без базара. Я такой, Лёх, расскажи тогда подписчикам, как ты учился, как ты делал это упражнение, какие подводящие. А он такой... Он такой, типа, нет. И, в общем, я не знаю, что делать сейчас, поскольку уже 7 часов, скоро начнёт садиться солнце. Никто больше на площадке... Тут, в принципе-то, народу мало. Вот ещё, Миха есть. Никто больше не может делать это упражнение, только Лёха, он отказывается делиться информацией, поэтому я не знаю. Пробую сейчас, наверное, выходы поделать на столбах, а потом попробую сделать этот упор. Если у меня получится, то я что-нибудь расскажу. А если не получится, то вот Лёха. Я оставлю ссылку на его ВК в описании к видео, и вы просто напишите ему всё, что о нём думаете. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, пять выходов не получилось. Получилось четыре, и при этом четвёртый, на самом деле, вот когда застрял в этом положении и дёрнул, не очень приятно получается для плечей, потому что столбы, они широкие. И вот это вот широкое положение, оно не очень приятно, поэтому не делайте так дома. Делайте сразу либо выход целиком, либо не сделали, не сделали. Лёха, не надумал? Не надумал. Ладно, сейчас отдышусь буквально немножечко и попробую этот горизонтальный упор сделать. Тебя мы не удалим, Лёха. Навсегда остаешься в наших сердцах и в сердцах наших подписчиков. В тот момент, когда ты отказался делиться информацией с нами. Проблема, на самом деле, в чём заключается, ребят? Вот, никто не учит горизонтальный упор. То есть, я знаю, что все хотят научиться, но смысл в том, что все просто пробуют и делают, либо пробуют и не делают. Но такого, что кто-то целенаправленно учился делать горизонтальный упор, я таких не знаю. Лёха, ты знаешь таких? Нет. Мих, ты знаешь таких? Нет, я тоже так не знаю. Вот в этом-то и проблема, поэтому очень сложное видео сегодня будет. Я даже не знаю, что делать. Что делать? Что делать нам? Надо делать. Надо что-то делать? Надо что-то делать. Надо что-то делать. Какие упражнения вам могут помочь в изучении горизонтального упора? Если бы ты раньше пришла, мы бы снимали с нормальным освещением. Я долго собиралась. Почему ты долго собиралась? Если ты знал, что ты будешь приседать, могла бы быстрее собираться. Давайте спросим Алексея. Я понятия не имею, какие. А как же стойка на руках? А там вообще все сложно. Там все работает. Стойка на руках вам поможет, потому что там работают плечи так же, как и в горизонтальном упоре. Покажешь, что только на руках? Не, не умею. Не умею. Не смешно. На самом деле отжимания в стойке и любые варианты отжиманий в стойке это отличное подводящее упражнение именно для горизонтального упора, потому что они нагружают трицепс, трицепс, нагруж... Я так устал. Они нагружают плечи, они нагружают трицепс. Еще одно хорошее упражнение, которое тоже нагружает плечи, нагружает трицепс, нагружает плечевой пояс и практически имитирует собой горизонтальный упор. Это отжимания с ладонями у пояса. Сейчас покажем, как оно выглядит. Но... Но оно есть. Оно есть. Можно было больше повторений сделать. Все-таки мастер спорта по гимнастике. Плечи, плечи и еще раз плечи. Перефразируя дедушку Ленина, именно эта мышечная группа играет основную роль в данном упражнении. И поэтому именно на нее будут все подводящие упражнения, которые мы сегодня будем показывать. И еще одно отличнейшее упражнение, которое мы вспомнили, это помидорка, которую вы также используете, когда учите стойку на руках. Стойка на руках близка к горизонтальному упору по биомеханике в чем-то. Горизонтальный упор это как будто стойка на руках, но в горизонтальной плоскости. Не принимайте мои слова слишком серьезно. Я говорю не серьезно. Но смысл в том, что плечи действительно скачаются, поэтому сейчас покажу вам помидорку на брусьях. Постарайтесь ее удержать 60 секунд. Это будет отличнейшая подводящая упражнение. Субтитры сделал DimaTorzok Как-нибудь по-другому. Я не сделаю так. Ну покажи, как можно. Даже при большом желании. Только локтами. Слушай, ты же гимнастка. Я говнастка. Самокритичная, хочу сказать. Я не сделаю, только ты вы скользко, ребят. Может быть. Так, что, нам надо вернуться к тренировкам. Что еще мы будем делать? Есть ли мысли? У кого есть мысли? Мысли, мысли, мысли. Дурацкое упражнение. В принципе, мы дали три основных вам упражнения, которые, делая, вот ты научишься делать горизонтальный упор. И все. Я даже не знаю. Это всегда такая большая сложность показывать упражнения, которые никто никогда не учит. Все просто берут и делают. Да, да. Делаем так. Мы придумали еще одно упражнение подводящее, которое называется... Я не знаю, как оно называется. А как оно называется? Как и все в воркауте, оно никак не называется, но оно хорошо подводит для горизонтального упора. То есть вы делаете мах ногами и стараетесь задержаться в горизонтальном упоре на секундочку. И вот так вот делаете, не знаю, подходов 10 по 10. Просто подготовить плечи, понять, какое должно быть положение тела. Что мы придумали? Ну давай, мы придумали. Можно не я, пожалуйста, не я? Можно сделать Леша. Сделать Леша, ты озвучишь. Он не может делать все за тебя. Почему за меня? Почему во всем всегда помогают женщины? Готов? Нет. Я уже точно не готов на крокодильчик. Почему? Типа вот сюда упереть. Что за такое? Да погоди, сейчас. Сколько крокодильчиков? Все, держи, выше ноги. Вот такое вот упражнение. Можно было подержать подольше. В целом это отличная подводящая для горизонтального упора, потому что, во-первых, идет небольшая нагрузка на плечи, во-вторых, выучите сбалансировать, именно чтобы не заваливаться вперед, не падать назад. И это прям топ. Ну на этом, наверное, все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось это сумбурное видео, полное всякой ерунды, но тем не менее... В целом мы же рассказали, как научиться делать горизонтальный упор. Мы показали, что эти схемы действительно работают, они помогут вам подкачаться и сделать упор. В одном из ближайших выпусков Ксюша тоже сделает горизонтальный упор. Обязательно пишите в комментариях, если хотите увидеть больше роликов с ней. Мы будем снимать, если она не будет от нас прятаться. И все на сегодня. Увидимся в следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И приходите в парк Северная Тушина, либо в парк Победы по вечерам или по утрам. И потренируемся вместе. Пока. Вообще мы шли снимать корги. Ну ладно. Давай снимем. Что ты будешь делать? Ты лучше оттуда отойди. Да ты же в лямках. Да, я не приятно. Да, я не приятно. Зачем ты пнула турник? Тебе голова не кружится? Корги почти убежал. Где собака? А кстати, где собака? Где собака? Пум-пум-пум. А, да, ее все даже не видно. А дай лапку. Лапку дай. Дай лапку. Дай лапку. Ну дай лапку. Ну ты че? Ну дай лапку. Делает качки по Билану. Ага.